Здарова народ, с вами Кирилл Саакаст, здарова пожаловать на канал Криптогеймерс В этом видео поговорим про Иллювим Многие из вас уже знают, что за лидерборд можно получать токены Иллювим Они как раз таки очень хорошо за это время подросли Все таки биток растет и токены Иллювим тоже поднимаются в цене И это конечно круто, особенно если учесть, что можно будет фармить эти токены без вложения Но нужно будет залезать в топы лидерборда В этом видео как раз таки покажу одну интересную деку от Вайпера Это один из сильнейших игроков Сейчас он конечно негативно высказывается про данную мету Она меняется примерно раз в неделю, потому что идут какие-то подфиксы, что-то нерфит, что-то поднимают И ситуация следующая, что сейчас играет больше 7 разных вариантов дек Тут есть элемент камень-ножица-бумага То есть одна дека будет сильная против одного архетипа, но слабая против другого И тут конечно как повезет Наша задача зайти в топ лидерборда для того, чтобы получить крутые награды Добавлю то, что запускается долгожданный турнир от нашей гильдии Синерджи в проекте Иллювим С общим призовым пулом Это 375 долларов Это турнир без вложений Можете залетать, стоит однозначно Конкуренция будет низкая, потому что это все-таки такое внутреннее мероприятие Хороших игроков, которые сейчас прям какие-то показывают крутые результаты Их еще в проекте на самом деле не так много И как раз таки у вас есть прям отличная возможность Залутать еще халявные награды То есть есть смысл разбираться сейчас в проекте Для того, чтобы получать тут награды Если этот турик хорошо себя покажет, то мы такие будем проводить регулярно И тут как раз таки можно будет лутать еще дополнительные реварды Я ссылочку естественно на регистрацию оставлю Тут показан весь формат Он будет проводиться за 2 дня То есть по времени максимально удобно Много не займет Но и самое главное то, что получите вы USDT То есть это не какие-то там NFT-шки Многие там скептически относятся Там не продаж, продаж А это просто уже стейбл Ну и давайте друзья перед началом по традиции Лайк подписка либо комментарий для продвижения контента Ну что друзья, нашли мы наш матч И давайте будем пытаться его тащить Так, что у нас тут есть Давайте попробуем забрать какой-то вампирик прайс Может быть неплохо его будет забрать Ну по предметам я говорю Тут уже надо прям досконально понимать Что какой делает Для того, чтобы лучше Ну так скажем, правильный выбор делать Что нам поможет против какого именно архетипа Потому что от этого будет много реально зависеть Так, мы ставим сейчас себе вот такую ротацию Берем себе синергию токсика И давайте сейчас поставим нашего героя Поставлю ее вот сюда То есть герой можно будет менять вариативно У него дека, насколько я помню, понтыквы Ну Визуально была понтыква Но видите Пошел он в бэклайн Как раз таки хорошо, что я героя тут разместил Потому что иначе бы Моего котенка дамажили бы Ну походу мне не сильно это помогло Он, по-моему, на пятом раунде Собирается спекаться в другой билд То есть он типа сейчас играет Файтерами-рогами А на пятый ход Он будет играть псиониками То есть я вот что-то такое припоминаю У него какой-то странный опенинг Потому что там как-то по-другому делось Там ставилось два файтера вперед Две роги назад И, короче, ну как-то так Тут он избрал что-то Ну Уникальное, наверное, в этом плане Так, мы ставим теперь вот такой вот себе Дополнительно бойца Ну это не боец Это танк, на самом деле И дальше делаем вот так Я не буду менять себе героя местоположение Потому что, видите, он залетает в бэклайн Может быть имело смысл поставить танк на самом деле сюда Чтобы они в него прыгали Но это я говорю Это уже надо прям хорошо понимать архетип Разбираться, что его дека делает Если в этом какой-то смысл Ну как будто есть в этом смысл Может быть это ошибка Ну если что, мы на следующий ход Закинем сюда какого-нибудь танка Потому что у него роги Роги, они просто игнорируют Передний лайн Который у нас, очевидно, сдерживающий То есть они впитывают урон Тут они просто сейчас раз И запрыгнут назад То есть наставил, конечно, кучу бисера Да, надо бы Ну мы сейчас разместим сюда танка Скорее всего Единственное, видите, вот этот Соник Бристалбэк Да, называйте как угодно Он прям перемещается То в одно место, то в другое Кстати, получается так, что у нас Киса не атакует Да, видите Странно, почему он не атакует Потому что она как-то вверх не могла бить, что ли Вот походу, то ли я как-то непонятно Расположил своих юнитов Наверное, чуть, наверное, надо А мы сейчас сделаем по-другому, я знаю как Может быть, если она била, да Мы бы выиграли Но она просто как-то стала У нее, на самом деле, вроде проход-то вверх есть По модельке Ну, короче Где-то что-то мы не так явно сделали Получается по-другому никак Так, сейчас ставим здесь себе наших дамагеров Как раз-таки Пускай запрыгивают Посмотрим, кто кого В этом нереальном противостоянии И сюда Поставим как раз-таки нашего героя Пускай тоже впитывает Здесь, кстати, он ставит тоже танка Хотя не понятно, зачем он здесь ставит танка Так, главное, что герой Пока танкует Так О, куда побежал-то, кстати Под массовый стан побежал Но не так просто ему будет здесь Надо добить Блин, не так просто будет Один на один со Скорпиончиком Но Здесь вот этот Бристалбек Закатился Добил Ну, два танка осталось Посмотрим, смогут ли они вытанковать Как будто Как будто да Главное до ульты добить его Давай-давай-давай-давай Есть Ну Такое ощущение, что мы оба умерли Но на самом деле мы выиграли траунд Но выглядело так, как будто мы сейчас проиграем Что будем брать Есть регенерации Давайте попробуем регенерацию энергии Возьмем Хотя, насколько нам это нужно Вопрос Интересный Так Дальше мы себе сейчас будем размещать Нашего Вот такого тоже танка Поставим его Сюда Чтобы он Как раз таки принимал часть урона Может быть даже поставим сюда его Наверное, так будет даже грамотнее Чтобы они типа запрыгивали И фокус у них смещался Героя поставим вот сюда Героя, наверное, поставим вот сюда И закинем оленя То есть оленя он будет подхидивать Надо как-то его запротектить Вроде Вот единственное расположение Не знаю, сколько правильно Потому что не будет бегать Роги по идее запрыгивают Здесь будет атак Короче, вроде грамотно все Ну, с точки зрения Моего опыта Это, по-моему, последний раунд Когда он в таком билде Дальше он будет делать там Ход конем Главное, чтобы мы сейчас сделали Стан Отлично Стан Это прям Максимально крутой Сдерживающий фактор Пошел под хил Отлично Все Обезьянка Напитывалась Здесь прям герой Пытается прессить Главное, чтобы еще под хил Успел сделать Давай, олень Как он медленно это делал Жесть Я уже думал, сейчас Не успеем Но успели Так Под хил пошел Блин, Бристалбек мне нравится Вот такая у него Ну, Соник-то, я не знаю Ну, кто кто-то играл Бристалбек, я думаю, понимает Почему я называю его так Неплохо мы тут его пробили, друзья Скажу честно Неплохо А теперь У него, получается, есть вариант Свапнуться в Псиоников А, кстати, нет Он не может свапнуться в Псиоников Потому что У него Псиоников-то не так много Тут раз Псионик, два Псионик Наверное, он не будет свапаться Мы, получается, сейчас ставим сюда, наверное Нашего танка Почему сюда? Потому что он запрыгивает, как я уже говорил Опять в Бэк Лайн После чего Мы что можем тут себе добрать Нам, наверное, скорость атаки Не помешала бы закинуть на нашего Вот эту обезьянку Потому что он очень хорошо Дамажит По предметам, которые мы себе получили дополнительно Давайте поставим себе броню В принципе, на этом наши ресурсы заканчиваются Уже, кстати, немножко так и наиграл Побольше игр Уже, видите, немножко такие Ну, немножко-немножко Делаю более, вроде, грамотные ротации Потому что расположение Именно Вот Если забегу наперед То вот расположение, допустим, вот этого Вот этого, видите, они одинаковые Дамагеры тоже располагаются Они все обычно в нижнем лайне Вот этот обычно танк Он где-то вот здесь Его кидают Но поскольку, видите, вот они прыгают Тут уже Такой Сюрприз для них Давай, сейчас стан полетит Стан, кстати, хрень Получилось Такой косой Но Хотя бы кого-то подстанели Дополнительно стан Никогда не бывает лишним Ну и, походу, мы тут тащим Как бы Вроде, да То есть Уже шансов не остается Какой-то у него Получилось Ну, не знаю, насколько сильный билд Выглядел так Как будто он просто какую-то солянку набрал Потому что обычно На пятый раунд Идет респект Вот этих файтеров Рокна, псиоников И они стоят в углу И потом фулл лазерами Сносят наших героев Ну, тут у нас победа, очевидно Не забывайте принять участие В нашем турнире От гильдии Синерджи По Эливиум Крутой призовой фонд Без вложений Мало времени займет Можно будет получить еще Роли гилдмейбер Если круто Этот турнир себя покажет По количеству Аудитории Такие турниры Будем проводить На регулярной основе Для вас Это дополнительно профит Больше активности Будет от нашей гильдии Ну и соответственно Больше будет контента Поэтому тут идет Обоюдный Вин-вин На этом все, друзья Напишите в комментах Что думаете По данной деке Естественно Дек билд Оставлю под описанием И Всем удачи Лайк, подписка Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»